История многострадального Владимирского дома по адресу Сака-Иванцетти, 42, получила продолжение. После обрушения стены и сноса двух подъездов прокуратура города провела проверку по части соблюдения жилищного законодательства. И пришла к выводу, что дом ремонтировать бесполезно, он подлежит только сносу. Причем срок сноса дома до 1 апреля 2023 года принятой мэрией сочли неразумным из-за технического состояния здания. В адрес главы городской администрации прокуратура внесла соответствующее представление. В Оранжевом доме, в свою очередь, организовали брифинг заместителя главы администрации Сергея Литвинкина. В настоящее время в одном из проектных институтов производится обследование технического состояния первого и второго подъезда. Также разрабатывается проект на укрепление несущих конструкций всего здания в целом. И утепление наружной стены в торцевой части здания, которая примыкала к третьему и четвертому подъезду. Также Сергей Литвинкин сообщил, что администрация города разрабатывает вопрос о внесении земельного участка дома по адресу САК Иванцетти-42 в программу развития застроенных территорий. Сейчас подготавливается необходимый перечень документов, чтобы вынести идею на совет народных депутатов. В полже должен определиться застройщик, который проведет работу по расселению жителей третьего и четвертого, и если это будет необходимо первого и второго подъездов. Если проектной организации будет выдано заключение о том, что первый и второй подъезд находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу, и будет принято решение Министерство о признании первого и второго подъезда аварийными, жителям будет предложено жилье маневренного фонда. Постановление от проектной организации о признании или не признании оставшейся части дома аварийной появится в течение двух недель. Борис Пучков, Игорь Липский, Стас Трегубов, Губерния 33.